Привет, друзья, на связи МК, поздравляю вас с наступ... Привет, друзья, на связи МК, поздравляю вас с наступ... Блять, вот так весь год прошел. Привет, друзья, на связи МК, поздравляю вас с наступающим или уже наступившим 21-м годом. Мы выжили все бодры, веселы, надеюсь, здоровы и готовы вступить в 21-й год и посмотреть, что он нам там приготовил. 20-й год был богат на события, как хорошие, так и плохие, больше, конечно, плохих, но мы увидели новые видеокарты, новые процессоры, железо движется вперед, и мы вместе с ним. А сегодня мы вместе с вами соберем вот этот кибер-ПК и подарим его вам, вместе с кучей других призов, чтобы этот год был не таким серым и каким-то безрадостным. Без мам, пап, летишопсов это чисто наша инициатива, чтобы порадовать вас. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. В общем, сегодня собираем ПК и дарим подарки. С Новым Годом, друзья! Уберем бутылочку, допьем ее чуть-чуть попозже. Итак, как видите, друзья, мы подготовили для вас очень красивый системник, общая сборка вот эта вся будет стоить примерно 50 тысяч рублей, если вы захотите собрать его сами, а не надеетесь на удачу или там не ждете подарков, вы плохо себя вели. Так вот, здесь у нас собственный дизайн, наклеечка, МК, все сделано в стилистике Киберпанк, но кто ж знал, кто ж знал, что игра вот так вот буксанет на старте. Но у нее большой потенциал и большие системные требования. Итак, друзья, начнем с процессора. Это Core i3-10100F. Четыре ядра, восемь потоков, оптимальный минимум для современных игрушек. Именно его выбирают большинство геймеров и в подведении итогов по процессорам это был самый просматриваемый отрезок у нас. Частота у него 3,6 ГГц, буст до 4,3 ГГц. Еще года три назад вот такие процессоры Intel называла топовыми i7, а в конце 2020-го это всего лишь Core i3. Версия с индексом F, чтобы немножечко сэкономить, она без встроенной графики, ибо она нам банально в игровом компьютере не нужна. За этот процессор вы отдадите где-то 7-7,5 тысяч в зависимости от магазина и курса доллара. Так как теплопакет нашего Core i3 составляет всего 65 Вт и разгона нет, можно взять самую простую плату на H410 чипсете, а именно Asus Prime H410 MK. Почему мы взяли H-чипсет, а не к примеру B-чипсет, в котором больше слотов под ОЗУ и в целом эти материнки получше оснащены? Для тех, кто не следит за курсом грязной зеленой бумажки, прям сейчас советую зайти в Google, вбить курс доллара, и вы увидите сумму примерно 75 тысяч рублей, а возможно и больше. Так вот, все это железо и все гаджеты в Россию везутся в таких больших контейнерах или в блистерах, если это ОЗУ, или процессоры здесь уже перепаковываются из Тайваня, Китая, Индии и других развивающихся стран за доллары, друзья мои. И уже тут ритейлеры все это перепаковывают, переводят в рубли, поэтому все это железо за год подорожало на 20%. У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас. В общем, согласитесь, отдавать за материнку на B-чипсете столько же, сколько и за процессор, действие абсолютно нелогичное, поэтому вот такая малышка H410, это Asus Prime H410MK. Две планки оперативки, маленькая, мини-ITX, есть все разъемы, даже на случай Апокалипсис PS2 разъем под старой мышкой клавиатуры. У материнки нет разъема M.2, но это не беда, у нас есть вот такой SATA SSD, это Kingston A400 на 480 гигабайт. Мы могли поставить по старинке 120 гигабайт SSD и терабайтник HDD, какой-нибудь синий WD, но мы решили, что все-таки в 2021 году пора уже полностью переходить на SSD, тем более все игрушки, в том числе и Cyberpunk, требуют в рекомендованных системных требованиях все-таки SSD, поэтому здесь у нас SSD-шка на 480 гигабайт. Да, это не самый быстрый накопитель без DRAM кэша и с достаточно простым контроллером, но все еще Windows 10, как и игры, на нем будут летать. Да и объем вполне достаточный, чтобы вместить пяток AAA игр и, в принципе, самое главное это цена. 4-4,5 тысячи рублей у нас уходят в кассу. Как я уже сказал, у нас два порта в материнке под ОЗУ, поэтому две плашки оперативной памяти по 8 гигабайт. 16 гигабайт это уже минимум для современных игрушек. При этом, разумеется, ни о каком разгоне в нашем случае речи быть не может, поэтому потолок это DDR4-2666, в нашем случае это HyperX Fury и единственное, с чем мы можем поиграться, так это низкие задержки. Здесь у нас CL16, более бичовые сборки, CL18, CL20 стоят на 500-800 рублей дороже, они просто зеленые такие, выглядят не очень, а здесь радиатор и низкие задержки, поэтому минус 6 тысяч из моего кармана. Наш Core i3 нужно чем-то охлаждать, мы можем взять, конечно, боксовый кулер, сэкономить там эти 500 рублей, но температуры будут выше, шум будет выше, да и выглядеть у нас он будет не очень. А мы хотим все-таки собрать красивый ПК, поэтому мы взяли народный кулер Deepcool Gamax 200T, я думаю, вот такой вот кулер за закаленным стеклом будет смотреться намного красивее и эффективнее охлаждать наш процессор. Стоит такой кулер примерно 1200 рублей. Дальше, блок питания. Тоже от Deepcool, DA500, выдает стабильные 450 ватт нашей сборки за глаза, имеет все защиты, имеет сертификат Bronze Plus, можно поставить даже RTX 3080, но лучше не надо. Ну и заключительный компонент любого игрового компьютера – видеокарта. Заходим в Google, смотрим курс доллара, снова удивляемся. Заходим на любой Marketplace, смотрим сколько стоит 1660 Super, понимаем, что за нее хотят сейчас столько же, сколько за 2060 Super год назад, которая намного быстрее. И все-таки выбираем что-то попроще, потому что наш бюджет примерно 50 тысяч рублей. Вы спросите, почему на столе не стоит 1650 Super, ведь она быстрее там на 4-8% в зависимости от игры. И я вам отвечу, что мы все-таки решили, что 4 гигабайта памяти слишком мало в 2021 году. И вот мы взяли 5500 XT с 8 гигабайтами, она стоит примерно от 19 до 22 тысяч рублей. И еще раз отмечаю, что если у вас есть лишние пару тысяч рублей, и вы готовы немножечко раздуть бюджет, все-таки возьмите 1660 Super. Эта версия будет намного быстрее вот этой видеокарты. У нас бюджет ограничен, поэтому 5500 XT на 8 гигабайт, версия Rock Strix Gaming от Asus. Всегда, конечно, хочется большего, но 5500 XT потянет все современные игрушки на высоких или ультра настройках графики Full HD. Эта видеокарта имеет 2 вентилятора, очень хорошую систему охлаждения, поэтому можно поиграться в MSI Auto Burner с ползунками и добавить 5-7% производительность. В общем, Asus Strix на 8 гигабайт 5500 XT уходит в нашу сборку примерно 19-22 тысячи рублей. Теперь, друзья, я соберу это железо в наш красивый киберкорпус, протестирую его в игрушках и расскажу вам о правилах конкурса, как получить этот ПК и другие подарки от МК на Новый Год. Поехали! Киберсистемник собран. На это у меня ушла бутылка шампанского и полчаса времени. Как всегда, большую часть из него я потратил на подключение передней панели. Ну, у меня как-то с этим не лады. Так вот, системник у нас Mac Cube от Deepcool. Это 110-я модель за 3500 рублей. Отличается она тем, что вот у нее вот такая очень легко снимаемая крышка из закаленного стекла. В принципе, она весит, наверное, больше, чем сама коробка. Из недостатков этого корпуса, так как корпус бюджетный, недостатки искать, в принципе, не пришлось. Здесь у нас одноразовые вот такие заглушечки под видеокарту. То есть, вот ее один раз снял и все, и больше никогда ее не поставишь. Но это, в принципе, не беда. Здесь у нас всего один корпусный вентилятор. Поэтому, если будете собирать систему мощнее в таком корпусе, советую докупить дополнительных вертушек. На переднюю панель, наверх. Здесь у нас, кстати, вот такие вот магнитные пылевые фильтры. Сталь такая же тонкая, как и везде, но, в принципе, за 3,5 тысячи к нему вопросов никаких. Есть даже кронштейн для поддержки видеокарты. Магнитная крышка очень легко ставится, примагничивается. Не нужно вот это вот искать, вот эти вот дырочки, чтобы вставить. Оно всегда не вставляется. Кто знает, тот знает. Здесь все легко снимается. Раз, два, снял. И также поставил и примагнитил. Симпл. Давайте протестируем нашу сборку в современных игрушках. Посмотрим на FPS, на температуры. Можно было, конечно, вывести вот такой вот график тестов зарубежных ресурсов видеокарты 5500XT. Но обычно ее тестируют в связке с топовыми процессорами. У нас же реальная сборка Core i3-10100F плюс 5500XT. Посмотрим, на что она способна. А потом уже конкурс. Поехали. В бюджетных платах часто есть проблемы с точностью мониторинга. И Asus Prime тут не исключение. Стресс-тест в Аиде показывает 59 градусов. Hwin 4 69 градусов. А Рива в играх совершенно другие значения. Не помогло и обновление биос. Поэтому точность у нас тут как у имперских штурмовиков. Но даже пиковые значения не выходят за пределы нормы. В онлайн играх тестировать не будем, а перейдем сразу к тяжелой артиллерии. Red Dead Redemption 2. Текстуры на высоких, пресет сбалансированный. Тестировать все игры будем в Full HD. И даже тут система рисует плавную картинку. Видеокарта ожидаемо загружена под сотню, а процессор только наполовину. Средний результат 66 FPS. Если хотите более красивую картинку, ставим текстуры на ультра. Остальные настройки в высокие. В таком пресете итоговый результат 41 FPS. Очень даже достойно. Shadow of the Tomb Raider. Максимальные настройки графики, текстуры на ультра. Все эффекты включены, кроме, разумеется, RTX. Видеокарты AMD 5000 серии его не поддерживают. Впрочем, для нас это не особо важно. Наша среднеуровневая графика все равно не вытянула бы трассировку. Средний FPS 62 кадра. Отличный результат. Far Cry New Dawn, разработчики которого совсем обленились и просто переделали карту из Far Cry 5, также выкручиваем все настройки на максимум. Эта игра больше грузит одно ядро, но все равно упора в наш Core i3 нет. Видеокарта нагружена полностью, и мы получаем абсолютно играбельные для шутера 65 кадров в секунду в среднем. Разумеется, мы не могли не протестировать Metro Exodus. Эта игрушка радует отличной картинкой и интересным сюжетом, на который вы можете влиять, получив одну из двух концовок. Шутер очень требователен к железу, но даже наша среднеуровневая RX 5500 способна выдать 60 кадров в среднем на высоких настройках графики. Единственное, что я решил отключить, это Hairworks, который еще со времен Ведьмака неплохо так сажает FPS без особого прироста в качестве. Ремейки игр далеко не всегда получаются годными, но новая, старая, первая мафия – приятное исключение. Тут даже в гонках можно выставить ту самую сложность из оригинальной игры. И здесь наша система справляется на отлично. Упора в проц нет и близко, видеокарта выжимает все соки и в городских погонях можно получить абсолютно играбельные 45-65 фпс на высоких настройках графики. Ну и гвоздь программы – скандальный Cyberpunk 2077. Смотрим, как справляется наш киберпк с этой тяжелой игрушкой. Киберпанк создан явно не для слабых игровых ПК, но даже наша, не самая дорогая сборка, способна выдать 45-55 фпс на средних настройках в Full HD. Разумеется, ни о каком RTX он речи не идет, но все еще игра даже на средних настройках графики выглядит очень достойно. И вы можете без проблем наслаждаться красотами Night City. Извиняюсь за запись геймплея с такой низкой частотой, не знаю почему Bandicam ее так записал, в настройках все проверил, стоит 60 фпс. Не стал переснимать, потому что хотел успеть к новому году. Да и к тому же на SSD 480 гигабайт, как вы понимаете, вместились не все эти игры, поэтому некоторые пришлось удалять, другие устанавливать. Там только Киберпанк больше 100 гигабайт весит. Так вот, теперь переходим к нашему компьютеру. В начале 2021 года все еще можно собрать игровой компьютер за полтинник из новых комплектующих, который потянет все современные игрушки. Можно немножко сэкономить, поставить 1660 супер, но про это я уже все рассказал. А теперь, друзья, про наш конкурс. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно быть всего лишь подписчиком канала Мой Компьютер, поэтому те, кто этого еще не сделал, жмите на кнопочку подписаться и написать любой комментарий под этим выпуском, касающийся темы или без темы. Поздравить всех с Новым Годом, неважно. Любой комментарий будет участвовать в конкурсе. Самое главное, чтобы у вас были открыты подписки и какой-нибудь контакт в описании, чтобы с вами можно было связаться. Быть в курсе всех IT-событий поможет наше сообщество ВКонтакте, где уже больше миллиона человек. Там же есть магазин готовых сборок ПК, где вы можете заказать этот компьютер, либо какой-либо другой. Поэтому переходите, ссылочки будут в описании. Итак, какие у нас призы помимо этого красивого системника? Клавиатура от HyperX за 7500 рублей. HyperX здесь ни при чем, у меня просто была вот такая новая клавиатура, и я ее решил вам подарить. Далее, наушники. Крутые геймерские наушники от XPG Pre-Cog. По-моему, так читается. Объемный звук, подключение под USB Type-C. Новая, абсолютно новая модель. По-моему, 15 тысяч стоит, и это еще один подарок. Далее. Набор вот таких вот светящихся кабелей для вашего компьютера. Тоже от XPG. Абсолютно новый Prime ARGB. По-моему, 8 тысяч такой набор стоит. Еще один подарок. Очень интересный, эксклюзивный подарок. Вот такая коробочка от MSI, которую мне подарили на Новый год. И я решил, что все-таки такой подарок уникальный. Он будет вам тоже приятен. Что в этой коробочке я не скажу. Скажу только одно. Человеку, который выиграет вот этот вот приз, должно исполниться 18 лет. Это еще не все призы. Будут и другие. Просто они до меня еще не доехали. Там SSD, по-моему, оперативная память от ADATA. Об этом я расскажу в прямом эфире ровно через неделю. Давайте возьмем такой срок. Через неделю в прямом эфире на этом канале мы с вами встретимся, пообщаемся и подарим подарки. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк на этот выпуск. И не забудьте оставить комментарий, чтобы участвовать в конкурсе. Увидимся через неделю. С Новым годом вас, друзья! С праздником! Всего вам хорошего и до скорых встреч!